В рамках девятой комплексной спартакиады Ленинского района 22 июня финальными матчами закончились соревнования по баскетболу среди мужчин. Изначально команд участниц было шесть, по одной от поселения, но в финал вышли сильнейшие и в ходе упорной игры определились победители. Ежегодная комплексная спартакиада поселений Ленинского района набирает обороты. Игровой календарь расписан на несколько месяцев вперед. В 14 видах спорта предстоит выявить сильнейших и в декабре подытожить год упорной борьбы за звание самого спортивного поселения в общезачетном награждении. Только недавно состоялись соревнования по стритболу и в минувшие выходные многим из спортсменов предстояло вновь встретиться на очередном этапе спартакиады – финальном матче по баскетболу среди мужчин. Уже 9 лет баскетбольные любительские команды Ленинского района соревнуются между собой за звание чемпионов. 15 июня стартовал групповой турнир, в ходе которого выявились финалисты. Совхозу имени Ленина предстояло сразиться за первое место с ребятами из Видного, а за третье боролись горки Ленинский и Развилка. Именно игроки команды Развилка в последнее время показывают яркие результаты и обещают в следующем сезоне стать новыми чемпионами. Сельское впечатление Развилковское с большим отрывом обыгрывает в гонке. Развилковская команда, она тоже молодая, думаю, что через год-два она тоже составит конкуренцию. И действительно, у Развилковской команды большой потенциал. Их тренер в свое время был профессиональным баскетболистом и сменил не один клуб. Теперь, завершив карьеру, он хочет вывести Развилку на высший уровень. Почетно третье место, хотя рассчитывали на большее. Некоторые вещи не дорабатываем. Хотелось бы больше реализации, ну процент реализации бросков хотелось бы, конечно. Будем работать, есть над чем работать, это хорошо. Игроки Развилковской команды, как и тренер, нацелены на лучшие результаты. Так, например, Роман Карелов, который занимается баскетболом с 12 лет, видит большой потенциал в развитии баскетбола в их поселении. Мы еще не сыграны, у нас только сформировалась команда. Ну, это дело времени. Мы будем тренироваться, еще много покажем. Увеличить популярность баскетбола среди жителей Ленинского района и повысить уровень профессионализма уже существующих команд – основная цель этих соревнований. В них могут принимать участие все желающие в возрасте от 14 лет и старше. И организаторы надеются, что с каждым годом число участников будет только расти. Ведь те, для кого спорт уже стал смыслом жизни, в один голос уверяют – никогда не поздно задуматься о здоровье и начать заниматься спортом. Юлия Погосян и Адами Наталья Буслаева. Видное ТВ.